Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня в пользу Брозе. Штребух. Всем привет! С вами гигант пищеварения Штребух. В этом видео я вам покажу контент, которого вы заслужили. А именно дегустация и обзор еды, которую я нарыл в помойках. Начнем наш обзор с вот этой колбаски. Ой, пожалуй, это самое вкусное. Срок годности у этой колбаски до 10-го числа. Сегодня 12-е. А вот эта колбаска просрочена на 3 дня. Тоже не страшно. Ой, колбасу я просто обожаю. Немножко отдает кислятиной, но я думаю, это не повлияет на вкус. Бебе. Ребят, колбаска просто изумительная. Интересно, какая это колбаска? Ведь она просрочена на 3 дня. Эта колбаса тоже пахнет превосходно. Тут колбасы на 360 рублей. А мне досталось это все на халяву. Офигенно. Куриные крылышки просрочены на 3 дня срок годности до 9-го числа. А вот эту курочку мне реально опасно хавать, потому что можно протянуть педали. Но после того, как мне не раз уже пробивало днище, я не хочу повторять своих ошибок. Поэтому я закупился регидроном. Надеюсь, он мне поможет. Ну что, приступим. Пахнет курочкой. Главное выжить. Не, вкус нормальный. Правда, курочка немного суховатая. Пролежала все-таки 3 дня. Неизвестно, конечно, как ее хранили. Моя оценка этой курочки. 8 мал из 10. Погнали дальше. 3 пачки сыра и чебуреки. Этот сыр просрочен на 7 дней. А вот этот сыр... Сливочный, ребят. Сливочный сырок. Вообще не просрочен. Годен он до 29 мая. Ой, сыр я вообще не особо люблю. На вид нормальный. Нормальный сыр. Сыр просто обалденный. Я сказочно счастлив от такой халявы. Нау. Проверим этот сырок. Сыр просто изумительный. Интересно, а какой же вот этот сыр, который вообще не просрочен? Тухлятиной не воняет. Да, ребята, вообще пахнет хорошо. А сырок реально сливочный. Проверь, Соня. Соня одобряет. Одно из опаснейших блюд в сегодняшней дегустации. Это чебуреки. Это жесть, ребят. Мне реально страшно. Чебуреки с мясом просроченные на 2 дня. Эти тоже на 2 дня просроченные. Ребят. Он очень сильно сухой. Этот чебурек доверие не внушает. Фу, ребят. Не, ну он мне кажется протух. Смотрите. Скорее всего, камера не передаст, но он тянется. Это означает, что мясо протухло. Сонечка, а ну проверь. Да, Сонечка не облезала. Значит, ей не понравилось. Эти чебуреки в помойку без разговоров. Я все-таки не бессмертный. Возлагаю надежды на эти 2 чебурека. Да, ну вот этот чебурек уже намного мягче. Ребят, ну это вообще жесть какая-то. Фу, капец, ну на мой бог. Ребят, ну это дерьмо просто жесть. Не, ну это все протухло. Есть это категорически. Не стоит. Можно протянуть педаль. Котлеты, рубленные сыром. Просроченные на 2 дня. Не, ну ребят, придется их приготовить. Они все-таки сырые. Но перед готовкой нужно обязательно их хотя бы понюхать. Вдруг они протухли. Страшно. Не, ребят, они точно протухли. Отдают котлеты немного кисленьким. А это означает только одно. Это первые признаки того, что они уже сдохли. Этим котлетам я считаю, что нужно дать шанс. Они только начали пропадать. Если их прожарить, они могут быть вполне вкусными. Так что я их сейчас приготовлю. И как удачно судьба мне преподнесла 2 бутылки масла. Вот это масло непросроченное. Срок годности до 2021 года. И самое дешевое масло, красная цена. Оно тоже непросроченное. По запаху масло вполне нормальное. Ну и на вкус тоже изумительное. Сейчас пожарю котлетки с помощью этого масла. Помойка радует, как обычно. Так, берем масло. Заливаем. Берем котлетку из помойки. И вуаля! Котлетка зашкварчала. Спасибо колбасе из помойки. С помощью нее я приготовил офигенные пиццы. И сыр также пригодился. Котлеты брызжут во все стороны. Я в таком предвкушении. Это просто пипец. Духовка, кстати, тоже из помойки. Ой, какие они аппетитные. Шесть ленторолов. И люля-кебаб. Вот это реально опасно хавать, потому что мой клапан может не выдержать. Люля-кебаб в лаваше. Просрочен на пять дней. Реально опасно. Ну, кстати, воняет морковкой. Мясом почти не пахнет. Фу. Не, братва, оно прокисло. Это просто дерьмо полнейшее. Вообще, вот эти вот все роллы, кебабы, это все очень опасно. Лента ролл просрочена три дня. Выпала помидорка. Пахнет помидорами, огурцами. Посмотрите на цвет этих огурцов. Смотря на внешний вид этих огурчиков, могу сказать только одно. Можно реально травануться. Так что вот это я хавать не буду. Может, есть здесь что-то посвежее? О, просрок на два дня. Вот это, в принципе, можно попробовать. Да, здесь уже запах более-менее получше. Вот этот лента ролл внушает доверие. Запах просто изумительный. Ребят, вкусненько. На самом деле, очень даже съедобно. Мау. Это 8 мау из 10. Сэндвичи с лососем. Просроченные на три дня. Ну, с Бога. Воняет рыбкой. Не особо свежий. Видно по салату сразу, что сэндвич не свежий. Ребят, ну это жесть. Нет, сэндвичи это в помойку сразу. Во рту привкус этой дохлой рыбины. Грудинка южная просрочена на 44 дня. Чувствую опасность за свой желудок. Я верю, что с этой грудинкой все нормально. Потому, что она в вакуумной упаковке. Не, она реально под вопросом. Братва, ну это просто жесть. Запах атомный. Воняет какой-то кислятиной. После этой грудинки можно реально протянуть педали. Я же не самоубийца, поэтому вот это есть я не буду. Салат столичный. Лоток вес просрочен на два дня. Кто бы подумал, всего лишь два дня. Но за эти два дня может произойти многое. Ребята. Братва, воняет что-то сильно. Возможно, я ошибаюсь. Нужно это попробовать. Нет, это дерьмо просто лютое. Я попытался дать шанс этому салату. Но это был напрасный шанс. Салат реально скис. Сегодня какая-то смертельно опасная дегустация. Вау! Пицца, приготовленная на 90% из помойки, уже готова. А также вот эти котлетки, которым я дал один единственный шанс. Эти котлеты изначально отдавали кислинкой. Ух, бей-бей. Ой, выпала одна. Что-то все равно запах никуда не делся, ребят. Скорее всего, напрасный отдал этим котлетам шанс. Просто зря перевел масло и электроэнергию. Если у вас пропали котлетки, никогда не давайте им шанс. Это все напрасно. Ну, пицца должна быть нормальная. Потому что этот сыр и колбаска были просто превосходные на вкус. Нет, запах вообще офигенный. Оценка этой пиццы 10 мал из 10. Помойка реально насыщает. Ребят, вы посмотрите на это. Я в шоке. Очень много вкусностей. Фруктовый десерт банан. Пожалуй, с этого и начнем. Срок годности до 20 числа. Сейчас 12. Этот десерт даже не просрочен. На помойке найти что-то не просроченное, это реально удача. По виду, в принципе, отличный десерт. Капец, меня обманули. Как это так? Написано, фруктовый десерт банан. Но на вкус это обычное яблочное пюре. Это означает, братва, что не нужно верить картинкам. Если написано банан, это не всегда означает, что там будет банан. Вот это, я думаю, не имеет смысла дегустировать. Потому что сколько я раз булки не дегустировал, они всегда нормальные. А это хмельной напиток. Срок годности у этой баночки до 13 числа. Просрочено на один день. А у этой баночки срок годности до августа 2020 года. Я в шоке, это просто песня. Классный самый пиздатый напиток. Я вах, бля. Нужно продезинфицироваться. О-о-о-о! А-а-а! О, да! Вот это дезинфекция, я понимаю. Вообще, я против таких напитков. Мне они вообще не заходят. Я просто в шоке. Напиток реально нормальный, употреблять его можно. Ребят, всем спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки этому видосу. Пишите в комментариях хэштег помойка кормит. А также подписывайтесь на мой канал. Потому что нигде больше на ютубе вы не увидите таких дегустаций. С вами был гигант пищеварения Штребух. Я вас люблю.